Однажды, однажды, или в крайнем случае дважды, в 2019 году меня осенила идея сделать собственный мультсериал, основанный на любимом мультике с приветом по планетам, что назывался Саша К.И. Межпространственный карандаш. Он должен был повествовать о Саше, как он попадает во всякие истории, так или иначе связанный с волшебным предметом, межпространственным карандашом, что может рисовать что угодно и оно тут же оживет. В сериале должны были появиться и другие волшебные предметы, такие как телепортик, копирка, овум-лазер, временной пульт и так далее. Однако идея и сам сериал канули в лету, а волшебные предметы стали использоваться в другом шоу под названием «Парадиспытание. Получи планету». Как раз таки из-за ПИПП старое шоу и было отменено. Анимеру в людей оказалось более утомительнее, чем нарисовать пару рассетов и дорисовать к нему руки, ноги и лицо, повторить это несколько раз и сделать из этого обжиг шоу. Так и зародился ПИПП. А что же случилось с СКМК? Он был отменен. Я бы не мог сделать этому фильму одиночку и нанять аниматоров я тоже не мог. Сейчас мне уже 18 лет и я больше не ребенок. О, старость и радость! Прошло уже 3 года с момента зарождения идти об СКМК. И мне кажется, пора слить весь контент по нему, который вы заслуживаете, поскольку я уже сам ничего с ним не делаю. А поэтому, а я здесь и сейчас. С вами я, Саша Кэ, и в сегодняшний 18-ты день рождения я покажу вам то, что все это время скрывалось от публики. ПОДПИШИЛЬ СКМК. ПОДПИШИЛЬ СКРАВЛЕНИЕ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это концепт для интро И сам логотип Я тогда нарисовал какую-то кракозябру вместо нормального логотипа Ну, что сказать Рисовал буквы из того шифта по памяти И обратимся к производственным материалам SK и МК Такой логотип я сначала сделал, а позже перекочевал и в баннер Также рассматривался вариант сделать логотип похожий на Tiny Toons Однако я эту идею сразу отбросил Поскольку получилось хрен пойми что Все-таки я тогда был сильно вдохновленся при этом по планетам Дальше у нас пошли волшебные предметы И блин, какой я был кретин Взял и понатрил каких-то дурацких предметов А теперь они все сражаются в ППП Хех, извините Межпространственный карандаш Как вы уже давно поняли Умеет рисовать и стирать что угодно Временной пульт Это тоже вы знаете из первой серии ППП Он умеет останавливать время Телепортик тут совершенно другой И я постоянно пытался сделать его нормальным Но всегда получалось кака А поэтому теперь он просто большой пульт с кнопками на неизвестном языке Которые задают точку для телепортации Здесь же нужно было вводить X, Y, Z координаты вселенной люстры Чтобы куда-то переместиться Согласитесь, фигня полная Копирка, что в будущем станет лазерчем Основан на бластере дозоров И с сплетом по планетам Но он стреляет не простым лазером А дублирующим Увум лазер на самом деле фонарик Основанный на том эпизоде из Грати Фоллс И стреляет не лазером, а лучом Натонный фонарик Прообраз фонаричек Увеличивает и уменьшает предметы Отсюда и сокращение Увум лазер увеличительно уменьшительный Есть еще два предмета Однако их я так и не добавил По ряду туманных причин Видимо потому что Как-то странно впихивать сюда Редактор реального мира и портелган Третий эскиз Это планета люстры И подземное строение Несколько отличается от того Что есть сейчас В лаборатории люстры Это единственная комната под землей Дальше идет бункер Для спасения от нападения доминатор Также тут указано Супер секретное оружие Оно на минуточку Указано на карте В ППРП В сервере в Роблокс Хитро да? Что же это за оружие? Ну это Жаль прерывать чушь Которую вы смотрели Хотя нет В общем я Лорд Злызень Космический захватчик И суперзвезда номер один Перехватил сигнал Чтобы дать вам Уникальную возможность Увидеть мои наиболее зрелищные Злодеяния В прямом эфире И дабы раз и навсегда доказать Что я покоритель галактики Я уничтожу моего заклятого врага Тут и там Сценарий к первому эпизоду Действительно существует Он полный Законченный Как сценарий к ППП 2 Когда ППП 2? Ну хватит про ППП талдычить Мы не за этим пришли Сценарий есть Раскадровка тоже Однако Аудио ряд остается под вопросом Для первого эпизода Аудио составляющая Не закончена полностью Лишь половина озвучена Поскольку я собираюсь вам показать Полный эпизод СКМК Которого все ждали Но он не вышел Вторая половина эпизода Будет озвучена уже полностью мной И поскольку Как я уже сказал Для нее нет озвучки Ну что же Не будем мелить Ведь я вижу Как вы хотите посмотреть На этот кринж Тогда вашему вниманию Представляется Первый Полный эпизод Сашечкой Эмиш Пространственного карандаша Внимание на экран Давным-давно Одной далекой галактикой Правили два императора Они жили мирно И дружно Во всем помогали Друг другу Никогда не ссорились Но однажды В галактику Ворвался стероид И раскололся На две части В первом обломке Астероида Находился черный кристалл Который имел Способность Материализовать Абсолютно любой предмет Нарисовав его Как например Карандаш Рисует что-нибудь на бумаге Во втором обломке Находился белый кристалл Свойства которого Были противоположны черного Он мог уничтожить Или же стереть Любой материал из пространства Владение двумя этими кристаллами Давали доступ К невероятному могуществу Естественно Оба императора Хотели могущества И не желали Отдавать кристаллы Друг другу Они поссорились И началась война Один атаковал А второй защищался К тому времени Все уже успели Эвакуироваться Из опасной галактики Прошло 67 лет Вдруг Один из императоров Сказал Хватит Давай остановимся Это может проложаться До бесконечности Может ты и прав Ответил второй Конечно же я прав Сказал первый Посмотри что мы сделали С галактикой Давай проживем Последние годы Нашей жизни не ссорясь И восстановим галактику Они объявили Перемирие И вдвоем Восстановили свою галактику С помощью тех самых Кристаллов А потом Они выкинули Эти кристаллы В черную дыру Чтобы они больше Не причинили Никому вреда Казалось бы Эти камушки Больше никто не увидит Но это не так Мало кто знает Но все что попадает В черную дыру Перемещается В другую галактику И что? А то люстра Что я Сашикэ Владелец Черного кристалла Почти нашел Местонахождение Белого кристалла А черный кристалл Я вставил В карандаш Вместо крифеля И Вот это творение Я назвал Серьезно? Использует Супер мощнейшее оружие Как карандаш? О, люстра Я не использую Как карандаш Я лишь за его Замаскировал Чтобы никто не подумал Что это супер мощнейшее оружие Кстати Мы на месте В общем Я буду осматриваться И искать этот кристалл В ту сторону А ты в другую Так точно Такой странный камень Возьму-ка в свою лабораторию Может я открою новый вид О нет Томинатор Только посмотрите на это Беспомощное Странное существо Сейчас его планета будет уничтожена Если конечно Это его планета А впрочем Не важно Умри Что случилось? А Только этого не хватало Нужно скорее убираться Отсюда Но мы же еще не нашли Белый кристалл Да плюнь ты на этот кристалл Шесть вне опасности Ах Можете бежать Но в следующий раз Я вас уничтожу А я почти нашел этот кристалл Не расстраивайся Смотри что я нашел Возможно это какой-то новый вид Ты хочешь шутирить меня этим? Хорошая попытка Хм Внешнее строение камня Имеет совпадение С уже открытым видом камней Нужно посмотреть Его внутреннее строение Не Этот вид камней уже открыт Это же Он Утерянный белый кристалл Мы его нашли Если бы не ты Мы этот кристалл Никогда и не нашли бы Ну Мой интерес к науке И камням наконец-то пригодился Что ж Кристалл найден И это означает, что полгода поисков Не прошли зря Ведь это он Межпространственный карандаш Вот так А для чего это? Специально для того, чтобы я смог Отличить межпространственный карандаш От обычных карандашей Хм Какая-то знакомая форма банки Откуда она у тебя? Ну... Эй, а кто съел все варенье? И кто скачал от нее банку? Ладно, найду что-нибудь другое Межпространственный карандаш? Значит, легенда об этих двух кристаллах не ложь. Ооо, я должна забрать у него этот карандаш. Это так же просто, как отнять конфетку у злодея. Хе-хе, с помощью этого карандаша я смогу уничтожать галактики значительно быстрее, просто стирая их с лица Вселенной. Доминатор, планета Е5-2П готова к доминации. Планы изменились, держим курс на это всемогущее веселье. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Назад в будущее или вперед в прошлое. Так изначально должен был называться этот мульт. И концепт, и идея, и всё, вообще в нём было другое. Начнём с того, что Саня должен был работать в корпорации ВИП, время и пространство. Работа не была простой. Ему нужно было путешествовать по мультивселенным и исправлять всяческие неполадки. Что именно за проблемами возникали, неизвестно, поскольку дальше этой идее я не дошёл. Идея об этом зародилась ещё аж в 2017 году. Давно это было. Однако я её отложил и сделал тогда мини-пизоды люсты. Однако вспомню об этом проекте я только лишь спустя два года, переименуав его в Сашу Куэмиш по странственному карандаша. Эх, я строил большие планы на этот сериал. В конце первого сезона номинатор должна была принять добро и стать мирной. Как бы альтернативная концовка с пятым планетам. И во втором сезоне нас ожидал бы новый злодей. Более масштабный и жестокий. Лорд Чудо-Сказка. Я... Я... Я не знаю, что это за чудище на самом деле. Мне предложили его добавить. С ней вообще всё очень туманно. Вообще, это был весь контент по межпространственному карандашу. И я показал вам там действительно много. Я не знаю, как можно закончить это видео. А поэтому я просто скажу вам. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С днём рождения меня. И спасибо вам, что смотрите мой канал. И спасибочки за ваше поздравление. Желаю вам приятного дня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok